привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников на днях мы выложили на канале ролик о том как создается тяга в дымовой трубе и многие наши подписчики написали что на тягу в трубе должен сильно влиять ветер который обдывает трубу ну и в общем я задумался влияет он сильно или не сильно мне захотелось с этим разобраться и в какой-то момент стало ясно что надо делать эксперимент и с этой целью я собрал вот такую установку ветер здесь будут создаваться феном роль дымовой трубы будет играть вот эта стеклянная трубка а какое разрежение создается когда трубка обдувается ветром мы увидим по подъему воды из стакана внутрь этой трубки и вот я запускаю фен и вижу что вода действительно пусть немного но втягивается в трубку воздух из фена создает в трубке разрежения вода поднимается в трубке на 10 миллиметров это означает что это разрежение составляет 10 миллиметров водяного столба или 100 паскалей и теперь нам надо выяснить во первых за счет чего создается разрежение в трубке когда она обтекается потоком воздуха а во вторых 100 паскалей это много или мало и мы начнем с первого вопроса объяснение здесь в общем то простое когда поток воздуха натекает на трубу он пережимается оголовком и вот в этом месте скорость локально возрастает а дальше надо применить закон бернули который говорит что вдоль линии тока сумма скоростного напора ровый квадрат пополам и статического давления п есть величина постоянная ну раз скорость над трубой возрастает значит возрастает и скоростной напор и давление падает здесь у нас давление было атмосферным найдем насколько оно непосредственно отходом трубу меньше атмосферного ну надо найти разность скоростей в 2 в квадрате минус в 1 в квадрате ну и умножить на плотность воздуха и поделить пополам такая формула получается но мы падение давления и так знаем она составляет 100 паскалей и любопытно узнать во сколько скорость в 2 больше чем в 1 насколько быстрее здесь течет поток ну для этого надо найти в 1 и мы тогда по этой формуле в 2 найдем чем мы сейчас и займемся и с этой целью я модифицировал нашу установку и поставил на нее простейший вариант трубки пито воздух будет нагнетаться феном в горизонтальную трубочку дальше это давление будет передаваться вертикальную трубку опущенную стакан с водой и вытеснять воду из трубки посмотрим насколько сильно произойдет это вытеснение я опять включаю фен и вижу что уровень воды внутри трубки существенно понижается за счет избыточного давления созданного набегающим воздухом это понижение составила 24 миллиметра и значит избыточное давление составляла 240 паскалей а теперь мы еще немного посчитаем динамический напор воздуха текущего из фена ru v1 в квадрате пополам он равен повышению давления внутри трубки пито я его обозначу дельта p со звездочкой 240 паскалей ну соответственно отсюда я нахожу v1 и узнаю что воздух из фена вытекал со скоростью примерно 19 метров в секунду а теперь мне интересно узнать насколько увеличилась эта скорость при протекании воздуха над оголовком трубы ну тогда я должен взять динамический напор над оголовком ru v2 в квадрате пополам и он был равен динамическую напору вдали ru 1 квадрате пополам плюс вот это дельта p это из первого опыта те 100 паскалей на которые втягивалась вода внутрь трубки но ru v1 квадрате пополам это дельта p со звездочкой так что здесь просто сложить дельта p со звездочкой 240 паскалей и дельта p 100 паскалей ну и соответственно я нахожу скорость над оголовком и получаю что она равна 23 метрам в секунду на 4 метра в секунду больше ну или можно сказать так скорость воздуха над оголовком она где-то на 20 процентов выше чем скорость воздуха вдали от трубы и вот с величинами мы разобрались а теперь нам надо отвечать на второй вопрос и сказать много это или мало а прежде всего понятно что размеры трубы здесь вообще ни в какие формулы не входили так что для большой трубы эффект будет таким же ветер со скоростью в 20 метров в секунду будет создавать разрежение 100 паскалей ну а формула везде сходила скорость ветра в квадрате если ветер в два раза меньше 10 метров в секунду то разрежение будет в 4 раза меньше 25 паскалей то есть два с половиной миллиметра водяного столба и кажется что это очень мало но ведь мы вытягиваем с помощью такого рода вытяжек не воду а воздух который почти в тысячу раз имеет меньшую плотность и надо вспомнить что в прошлом ролике мы выяснили что дымовая труба работающая в каких-то таких естественных режимах дает на каждый метр своей высоты разность давления вы 5 паскалей всего поэтому 25 паскалей это все равно что пятиметровая дымовая труба 100 паскалей это все равно что 20 метровая труба и ясно что эти вытяжки становятся очень и очень приличными и кстати сказать ясно теперь как работает такое устройство как оголовник цаги для вытяжки вот он создает еще более эффективное обтекание и поэтому и соответствующие до разности давление будут еще большими и вот настало время испытать нашу вытяжку я поджигаю свечку под трубкой теперь включая фен видно что он каким-то образом влияет на пламя свечи если свечку отодвинуть в сторону хорошо видно что пламя втягивается внутрь трубки а теперь настало время нашего заключительного вопроса и он будет таким я изготовил сужающееся сопло из одноразового бокала для шампанского и установил его на нашу установку так чтобы трубочка стояла своим обрезом прямо перед серединой выхода из этого сопла запускаю установку и вижу приличное повышение уровня воды внутри трубки она составила 36 миллиметров и это значит что разрежение в этом опыте составляла 360 паскалей и спрашивается за счет чего достигнуто такое увеличение разрежения воздуха в трубке только ли за счет того что теперь из сопла воздуха стихает с большей скоростью или конфигурация этой установки тоже имеет значение ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе